Вот вы, вот там еще пару человек, а вот слушай, мне прям отдушина, потому что я вообще, у меня профессия мирская, как бы все далеки от этого, а мне вот как отдушина, вот я вот как бы ваш канал, Игнатий Тихонович, хотя мне много что-то мне нравится, да, вот хотела, кстати, на эту тему поговорить, что вот как-то вот у нас все-таки вот Христос же сказал, вот вы познайтесь, что вы мои ученики, когда будет у вас любовь между друг другом, а вот у нас получается как бы каждый там что-то на кого-то, что-то гонит, не знаю, свою. Любовь – это максимальная ценность, а любви именно мы добиваемся, а она, любовь-то, она простирается в бесконечности, она непостижима, любовь, а мы начинаем в самом зачатке вот здесь ее только цеплять, начинаем понимать ее, и у каждого своя мера, вот, а в вечности мы уже, в бесконечности, мы будем познавать ее, вот, и мы ее не сможем познать, потому что любовь есть Бог, а Бог не познаваем, вот, и у каждого своя мера, в конце концов, важно стремиться к ней, а кто как ее понимает, и, ну как, я для себя, по крайней мере, думаю, что мы как раз вот в этих разноцветиях, вот в этом, у каждого своя, ну было бы, будем мы все одинаковые, правильно, какой интерес бы был. Господь, он создает каждое дерево, на нем миллионы листьев, и каждый кусочек, разница друг от друга, вот, тем более люди, у каждого по-разному, как говорится, мы учиться должны друг от друга, и сегодня, сегодня людям западаем, ну вот, вот такая вот натура у нас. Этих, вот смотрю, Дмитрия, да, вот этого Кузнецова, Игнатия Тихоновича, мне тоже нравится, и все равно, вы знаете, я вот от Игнатия Тихоновича, ну вот, как бы вот он, кому бы он не нравился, все равно я вижу, что он Божий человек. И вот, кстати, хотя вот и Дмитрий, и Игнатий Тихоновича разные, но на самом деле, у меня такое впечатление, что если бы Дмитрий был, родился бы в старобляческой семье, он бы точно был бы как Игнатий Тихонович, букварь, как вот он говорит, буквоед вернее. Да неплохо, все это неплохо, мы вот привыкли, как мы чисто по-человечески разделяем, да, на плохо и хорошо, а нет, здесь неплохо и нехорошо у нас. Вот, я тоже так, я совершенно согласна. Конечно, мы сегодня такие и завтра такие, мы же не зачерствелые в своем, мы еще не мертвые, а живые, вот, поэтому вот в этом разнообразии нами Бог и любуется, если бы мы были неинтересны Богу, да разве стал бы он нас терпеть бы, вот таких, какие мы есть. Вот сегодня, пример, да, слава Богу, слушала Дмитрия, как он говорил, что он как бы и таблетки не пьет, вот это, вот опять у меня вчера вечером началась головная боль, думаю, ну что делать, уже всю мою таблетку выпью, уже не могу, переспала ночь, да, получается, вечером у меня вчера началось, вот сегодня в 4 часа уже не выпила, все-таки выдержала таблетку, думала, слава Богу, что Бог меня услышал, и вот очень много у меня вот таких вот, именно явно вот как Бог мне помогает, помолюсь, хотя молиться я вот не умею, вы знаете, такое жило, у меня как будто вот уста как закрыты, я вот и говорю, иной раз даже не понимаю, что вот, иной раз, как бы, как вам сказать, мысли не могу собрать в кучу, Господи, помилуй, это, да это у всех, ну, все мы, и как, ну, греха в этом опять же нет, ну, как, какой, какой тут грех, мы друг с другом так общаемся, и с Господом, мы до конца, как Господь сказал, говорит, блаженны кто, те, которые уверовали, не видев меня, мы в этом уже, Господь этому радуются, что мы, а уж что там говорить, ну, сегодня мы сильнее веруем, завтра слабее, опять же, по настроению, все, нас сатана искушает, именно через наше плотское состояние, мы еще не духовные, а плотские, конечно, у нас есть нервное окончание, которое я вот лежу, у меня тоже иногда, ну, боль иногда так повышается, что уже терпение нет, ну, возражительность такая, кидаешься уже, а значит, матушка подходит, отойди там, не лезь, все, и, ну, это же влияние тела, ну, разве я по духу бы поступил бы так, если бы у меня было состояние, как говорится, такое умиротворенное, конечно, я не поступил, а тело не дает, а через это мы и возрастаем, а почему, почему нет, опять же, вы вот пишете там, вот я грешная такая, ну, на себя вешать тоже особо нельзя, мысли они у всех, мысли важны. Ну, просто я-то себя внутри знаю, хотя для людей я самая порядочная, я-то внутри знаю, из-за этого у меня вот, когда, как я к Господу пришла-то, я просто осознала, что я очень грешна, и для меня это было такое, я уже все, просто у меня, вы знаете, вот, я не знаю, у меня, конечно, я не считаю, что я там прям рожденная свыше или что, ну, явно, что у меня чудо случилось со мной, это вот после того, как я встала с колен, я так вот открыла сердце, я первый раз так, Бог, я осознала просто, как рожденная, очень, это было, ну, долго, как бы это рассказывать, знаете, было время, а то, что у меня тоже много людей тут по дому не дадут, ну, вот, в двух словах, что я, когда встала с колен, просто Господь убрал у меня желание, вот, по крайней мере, два греха, он меня просто забрал, но это чудо, от этого невозможно было избавиться, а мне Господь просто взял и забрал, я никому это не могу рассказать и сказать, вот, просто с колен, когда встала, и все, желание убрал, я, допустим, у меня все там и на работе матерятся, муж у меня там матерится, ну, а я материлась, просто Господь взял, убрал, мне просто стала нервность, когда кто-то матерится, мне аж вот прям вот режет слух, и насколько мне Бог, вот, я просто говорю, это щедро руку Господь просто убрал, он меня помиловал, когда я потом начала молиться, просить его, чтобы он у меня убрал вообще эти воспоминания о грехах, все, и мне вот дано было такое, что хватит с меня, с себя милости моей, вот почему-то так вот, и хотела даже вот рассказать, у Вас не было вот такое вот, как вот в Евангелии, когда Иисус сказал, вот, Дух дышит где хочет, откуда Он приходит и куда уходит, вот было у Вас такое хоть раз? А как мне, ну, я стараюсь с Духом постоянно находиться, если чуть от меня отходит Дух, я постоянно ищу его, надо просто осознать себя духовным человеком, вот, состояние определить в себе, когда ты в Духе, а когда ты нет, ну, как бы это надо определить в себе, когда Дух в человеке, у тебя свежесть такая, вот, несмотря на боли, ну, я имею в виду, духовная свежесть тебе не отягощает ничего, то есть у тебя идет, постоянно разливается в Душе радуга, радость такая разливается, несмотря ни на что, пусть они мутюкаются там, пусть хоть потоп, понимаете, как, а у тебя в Душе радость, вот это и есть присутствие Духа. Мне бы просто, вот, и хотелось бы очень с Вами поделиться, вот, со своим, таким вот, что со мной случилось, когда я вот уверовала, все, ну, вот, смотрела, начала ролики, как вот о рождении свыше, то, что нужно молиться, чтобы, как бы, Дух присутствовал, там, и протестантов, и бакистов слушала, мне их не тоже нравится, я всех слушаю, не знаю, вот, если у меня душа лежит на человека, я вот его бы слушаю. И как-то вот, расскажу, он приходит ко мне подруга, ну, она вот, как бы, увидит, что я начала верить, все, и она вот начала про церковь, да вот, я вот туда хожу, я не могу, там, там, то бабки, то это, а я и начала говорить, ты знаешь, вот, нет, вот, если ты, это, будешь в церковь ходить, вот, как в церкви помолишься, так дома не помолишься. И вот первый раз в жизни, вот, это, я начала молиться, я вот, у меня молитва в слов, я по нему, как я начинала, вам расскажу, и начала молиться, и читаю, читаю, то есть, я вся в книге, я читаю молитвы, и тут у меня, это понимаете, этим, мне эти, это, я об этом не думала, это просто мысли, которые вошли в меня, в мысль, то есть, мне не голос сказал, а мысль мне вложилась в голову, просто вот, взяла и вложилась, и исчезла, как бы, вот, как вот, я, как вот, пришла неоткуда, я ушла в никуда, мне просто поразило, и мне было сказано, ну, ты закройся в своей комнате, нет, ну, ты не будь, как лицемеры, молящиеся в синагогах, то есть, вот, этот отрывок из Евангелия, помните, да, и на улицах, ну, зайди в свою комнату и закрой дверь, и все уже, прекратилась мысль, то есть, мне дан был четкий стих из Евангелия, вот, представляете, я, конечно, у меня раз вот так вот сердце заколотилось, думаю, что со мной, это же, я об этом не думаю, я читаю просто молитвы, по-моему, слову молитвы, да, я уже забыла, что я утром разговаривала с подругой на тему, а потом я такая встала, думаю, господи, так ты же меня везде слышишь, ты меня всегда слышишь, вот такое у меня было, вот, первый раз вот такое было, вот, чтоб так, такого больше не было, но постоянно я чувствую, вот, бывает, было у меня еще раз, когда вот у меня по поводу тройцы, кстати, вы мне тоже вот в каком-то ролике ответили, когда, вот, помните, вы говорили вода, как бы, лед, насчет тройца, ну, вы как бы объясняли это все, да, вот, как вот тройца, потому что у меня был такой вот, как вам сказать, вопрос, я не знала, как мне понять, что такое тройца, я же, я вообще-то... Элементарное понимание, вот Дмитрий, Дмитрий красочный, это, ну, это тяжелее понять. Да, он молодец, ему спасибо, Дмитрий тоже, а я не могла понять, и мне опять вот дано было, этот, я вам расскажу тоже вот такие вот чудесные моменты, которые у меня были, я вот не знаю, как мне это самое... Начала читать Евангелие вечером, и опять мне слова, я есть Альфа и Омега, начало и конец, а я как раз думала, вот, Сын Божий Иисус Христос, вот как Он Сын, и как Он Бог может быть, да, вот, у меня вот эти были мысли, представляете, и тут я читаю Евангелие, и, то есть, не то, что я читаю тексты, а просто мне раз слова, которые я уже прочитала, я есть Альфа иду, Господи, сон, я уже на эту тему нельзя рассуждать, я уже побоялась даже, знаете, вот, вдруг похудеть Господа. И тут вот, на Пасху, когда, вы знаете, вот, в церкви, ну, вы тоже не ходите, выносят крест, вот, там, по-моему, перед Пасхой, когда-то выносят крест, мне, значит, снится сон, опять же, видимо, в душе-то я этим вопросом постоянно задавала себе, и тут мне снится сон, будто я вижу деревянный крест, такое вот, и Иисуса Христа изображение, оно было светлым, как бы, светлое дерево, а так коричневое дерево, такое вот, и этот крест вижу, я молюсь, Господь, вроде молюсь, и тут же этот крест обнимаю, и плачу так, плачу, обнимаю этот крест, и опять этот крест вроде передо мной висит, как бы, и мне оттуда сказано дано, я великая тайна, ты не можешь меня объять и понять. И вот, когда я проснулась, думаю, Господи, говорю, ну, все, я больше не буду об этом думать, Ты, Господь, мой Бог, мой Бог Иисус Христов, все, больше не хочу на эту тему, вот, испугалась. Иду в церковь, представляете, для меня был шок, я вижу этот же самый крест, в церкви, посередине залок, они вот, когда выносят крест, я увидела этот же самый крест, который мне во сне приснился, деревянное, орехово было, орехово такой цвет дерева, Иисус Христос белый. Это просто, я вообще, я до того вот поразилась, что вот такое со мной случилось, и вот думала, что я уже на эту тему не буду рассуждать. Это вот от Господа чувствуется, что тут прям все чисто. Да, я еще вспомню, думаю, Игнатий Тихонович говорил, если крест мы видим, значит, точно от Бога. И вот, когда вот и Дмитрий начал тоже рассказывать, мне это все больше понятно, я вот, спасибо ему, мне тоже вот как-то это все, вот, думаю, Господи, ну, знали бы это мусульмане, как же вот, после Евангелия, их Коран просто как вот, ну, извините, как игрушка, вот, после того, как ты это все узнаешь, как бы истину, ну, не знаю, жалко людей просто, что в неведении так. Им мало дано, с них мало спросится. Нам дано больше, нам из-за себя надо передавать. Вот это, вот это, вот это, да, я постоянно говорю, Господи, я же это все знаю, а вот там произвольно, а там непроизвольно сгрешило, и меня это вот совесть мучает. Вот такие чудеса, знаете, вот мне хотелось с вами поделиться, рассказать, что, и было еще много, что, вот, как я пришла тоже к Господу, тоже вот, очень тяжело. У меня ребенок просто два годика было, очень плохо спал. И где-то вот ночью, среди ночи, начал просто ныть, плакать, и как бесноваться, я уже не знала, что делать. Это еще вот до того, как я, как вам рассказываю, как на колени я упала перед Господом. И просто вот, ну, бесится, спит, его как будто кто-то мучает. И я начала читать очень аж, читаю, читаю, ну, просто читаю, крещу, крещу, крест делаю, читаю, читаю. И мне, откуда ни возьмись, такой удар, вот, солнечное сплетение был, сильнейший. Я, было же темно в комнате, я качаю эту кроватку, я такая, думаю, ребенок, свои ножка, я так располагалась, была от кроватки, что ребенок не мог даже через щелку пролезть и бесшумно так меня ударить. И это было, я понимала, что это, если у тебя, допустим, плод какая-то ударит, ты чувствуешь, да, вот отпечаток, что до тебя дотрагивались. А тут ничего нету, ни синяка, ничего. Типа вот, замолчи, знаете, вот. И вот после этого я потихоньку, после такого случая, я думаю, да, если никому-то не нравится эта молитва, да и истинно Бог есть, что кто меня ударил. Я в таком шоке была, в таком страхе. И вот после этого потихоньку начала к Господу приходить. И когда я осознала, что я грешная, когда я это все поняла, конечно, у меня такой шок был, я так вообще прям рыдала. У меня прям сердце открылось, я вот так хочу еще раз это вот поплакать так от души перед Господом. У меня сердце прям открылось, и вот как будто я все там начала говорить, даже не ожидала, что я так могу разговаривать с Господом. И у меня сразу Господь убрал вот эти грехи, которые. Конечно, много еще есть, и работать надо. Вот мне хотелось с вами прям поделиться, вот рассказать, что со мной было. Вот, и я говорю правду, как со мной случилось. Как я прошла Господу. Но живу в миру, все это мирское. Очень тяжело, родные не понимают абсолютно. Сейчас вот успокоюсь, а то уже меня вообще уже за дуру считали. Да. Просто тяжело. Муж не понимает совершенно. Это вот, опять же, это терпение этой заповеди, ну, меня миновало это, я как бы когда узнал Господа, у меня долго не продолжалось, может полгода. У меня так мама, в принципе, она веровала всегда, ну, какая вера так у нее была. Вот, а я уже когда обратился к Богу, и она, глядя на меня, она поначалу сначала тоже, ты что, ты что, ты с ума сошел. Вот, и она потихоньку, ну, женщины все равно, они покладистые, как бы они за мужчины. Если, вот как Дмитрий Смирнов, по-моему, говорил, что если в семье отец верующий, то 90%, а может больше, дети и жена тоже становится верующей, а если верующая жена, то там минимальный процент женской веры, она вот так вот, как бы, мироспространяется. Это правда. А это терпение, и враги домашние, конечно, это заповедь Господь, так Господом наличено, поэтому с этим надо смириться тоже. Да, так вы знаете, мне еще пришло, мне поразило, когда я вот это начала читать Евангелие, хотя я его читала еще, когда только замуж вышла, читала, и вы знаете, мне касались, я начинаю читать и плачу, это еще было, мне 27 лет было. Вот эти стихи, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное, ну и плачу, и все, не могу понять, что со мной. Это сейчас уже, когда я покаялась, уже прошло лет пять, я уже теперь вспоминаю, начала всю жизнь свою анализировать, почему я всегда вот Евангелие прочитала, у меня только Евангелие книжечка у тети взяла как-то, она не читает, ей оно не надо, а я взяла, думаю, дай-ка я почитаю, надо же нам, христианам, что-то знать про свою религию. И плачу, и плачу, вот эти нищие духом, блаженные нищие духом, я все не знала, кто таким нищие духом, и плачу, и все, вот у меня, как Христос что-то говорит в Евангелии, я плачу, не могу, да у меня вот Господь, конечно, я всегда вот у меня страх Господень, что у меня Господь, конечно, вот почему-то не простит, мне всегда вот такое было. Сейчас я вот более успокоилась, мне же в жизни никто не говорил, что Христос-то за меня умер. У нас дома иконы были, я вроде как и молилась, когда что-то было, даже в детстве молилась, у меня бывало такое, я поклонила, молилась, но я не знала, что и как. Ну, моя богодица у меня была там. Я молилась, я же не знала, что и как, что Господь за меня умер. Кто такой Иисус Христос? Я не понимала, мне никто этого не говорил совершенно. И когда я это все узнала, и вот это вот поняла, что я какая грешная, только до потом на меня дошло. Ну, слава Богу, что хоть сейчас дошло до меня. Ну, конечно, я вам скажу, что я вот это начала свою жизнь анализировать. И когда я плакала, момент у меня был, я начала роптать на Бога. Я вспомнила, что вот историю вам расскажу, даже мама мне рассказывала, давно еще я это вспомнила, и начала вот роптать на Господа. Я когда родилась в детстве, ну, наверное, годика мне еще не было, а они жили у бабушки, там старая печка была, и бабушка принесла орехи. Мама взяла их на печку, положила, начала сушить. Вы знаете, там как-то раньше, я не знаю, сушили они очень, подсушивали орехи. И мама говорит, ночью сплю уже под утро. Мне, говорит, голос, сильный голос в ушах, Лена, вставай, кто-то мне причал, будил меня. Я встаю, говорит, проснулась, ничего не вижу. И только когда вышла из комнаты, говорит, над кроватью, прям вот так вот, говорит, дым стоял, говорит, над твоей кроваткой, говорит, ты лежишь, и густой дым стоит просто над кроваткой. Я бегом открыла окна, это 4 утра было, все это вот, что вышло, и вот такое было. Я, значит, это, знаете, вот вспомнила и сказала, Господи, почему, вот, а если бы ты меня забрал бы тогда, в детстве, я бы не была в такой грешной, я бы сейчас вот не согрешила. Вот такое, потом думала, что же я говорю, если Бог так попустил, если Бог так, значит, мне это полезно. Вот, я, конечно, сразу говорю, прости меня, Господи, что я вас роптала, так на тебя, как бы, упрекнула, понимаете. Хотела на халяву в рай, в детстве, чтобы забрала, и не это самое. Думаю, почему же я в детстве, думала, не умерла-то тогда. А мне не нравится, когда вот, ну, православие такое-сякое, да, я знаю, что там путь, я все это знаю. Но я, для меня это как внешнее проявление мое, да, вот я хожу в храм. Все равно, храм Божий, это мы, правильно, Господь истинно сказал. Понятно, что у нас много культа, много всего, ну, не знаю, вот так вот просто хулить православных, наоборот, надо их, наоборот, как-то приводить к вере. Это же как бы внешнее проявление, да? Он хулит, он сам заблудился, он сейчас стоит перед дилеммой такой, он просто хочет жить относительно Писания, а в храмах такого нет, люди не живут, и собрание людей совершенно неверующих, поэтому у меня тоже вот было, такое, ну, нет, проще, ничего, я лежу, да лежу тут, я не хожу никуда, ни в какие собрания. А людям, которые ходят, конечно, у них вопрос такой сразу, раз, а куда я хожу, а для чего я туда хожу, если там неверующие люди, если причастие духовным не подается. Вот. И как бы люди, они сейчас мучаются вот этим вопросом. Ну, об этом не надо, это, это, как бы, особенно женщинам этим задаваться вопросом вообще не надо, это так. Ну, я решила, что я все равно буду ходить в храм. Конечно, где собрание людей одинаковых по вере, туда и надо ходить. Я вот в одном из роликов говорил, там, я вот для себя как определился, ну, верность и православие, это путь древний. Какой путь вот Господь более утверждает, а который, по которому давно ходит, это же еще в Ветхом Завете написано. Вот не надо ничего нового в этом мире, все это новое в этом мире, это от лукавого. Поэтому не надо никуда, пока есть, пока еще, как бы, ну, не изменили вот каноны, веру, пока символ веры не изменен, ходить надо и причащаться надо, и все. Ну, я тоже, как бы, для себя так решила, что я буду ходить, все, конечно, много, что мне не нравится, вот приезжают у епископа, и такие там, ой, вообще, ну, прям театр бывает. Ну, я все равно пришла в храм Божий, помолилась, потому что мне нравится, как поют, я и плачу, когда вот поют, у меня тоже вот бывает такое. Конечно, мне там тоже тяжело, и мысли, и все, там очень тяжело молиться в храме на самом деле. Ну, я сказала, я буду в православии, чего мне куда-то ходить, когда я Господа уже познала, познала, мне его искать не надо, он мне уже, сам меня нашел, как говорится. А православие, мы даже, кто, вот я сказала, кто любит Иисуса Христа и почитает Отца и Святого Духа Святого, верит вот так вот, те мне и братья, как бы, и я считаю, что это христиане. А православные, неправославные, это Богу судить, не мне судить. Я-то что? Конечно, это не надо. Ну, я еще как бы вот вижу цель какую, допустим, ну, что такое храм, да, раньше первые христиане не собирались в пещерах, там заброшенных где-то, вот, а сейчас храмы строят, ну, это место для собрания верующих, вот, и надо просто людям рассказывать, ну, не в храме, конечно, вот, а потом уже там где-то на улице с людьми знакомиться и все-таки рассказывать, потому что люди-то не, как говорится, не знающие, люди-то невежественные совершенно, они же в основном оккультизм в голове один, вот, а надо более-менее как-то просвещать там, не то, что там доказывать что-то, а раз, там, вот это показал, это показал, ну, проповедь должна хоть какая-то. Вы просто понимаете, мы вот не общаемся, я вот тоже в городе живу, там одна есть вот матушка, я говорю, вот, почему бы нам вот как вот баптисты, видите, как я говорю, собираются, общаются, она, а, ты что, к баптистам ходишь? Я говорю, да нет, говорю, не хожу. И сразу вот у них, я так смотрю на них, думаю, ну, почему вы так вот, баптисты же тоже люди, они тоже Господа, ну, и что, что они в храм не ходят? Ну, я не знаю, прям, все, это же секта, ты что, не вздумай туда это самое. Я говорю, ну, так, улыбнулась, конечно, ничего не сказала, думаю, ладно вам. И вот тоже вот это вот, когда с кандилом батюшка ходит, и все вот это по кругу ходят, поворачиваются, ну, вы не ходили, не знаете, вот, бывает, по кругу они ходят, он по кругу ходит, кандид, и они прям за ним поворачиваются. А я не поворачиваюсь, я хотя, я так, немножко обернусь, ну, чушь, я буду задом к алтарю стоять, не могу я так. И вот все, на меня смотрю, уже бабушки смотрят. Ну, он может ходил, он и стены, иконы освещает, ну, как бы это самое. Так они вот так вот все в сторонку, пятницу поворачиваются. Надо вот, все храмы вышли, там, раз и рассказали, да вот, зачем это вот такое-то такое, почему попыта этого не говорят людям, что не надо. Это им и надо говорить, им и надо, представьте, вот я скажу, так меня там погонят оттуда сразу, скажешь, у нее этот, как-то это, не говорят же, черт Атлана набежит, подумает, что я там уже это самое, потому что на меня уже косяки, смотрю там, типа я не поворачиваюсь, значит, что-то там все не то. Вот такое было тоже. Много, да, культа, конечно, я это вижу, ритуала много. Я всегда прошу, Господи, хочу вот в духе истинно поклоняться. Ну, тяжело, вы знаете, когда одному жить, легко с Богом, а когда у тебя семья, друзья, родственников море, и ты постоянно то где-то террешь, не можешь, с мужем пойдешь там и в гости, и куда-то. И я чувствую, что-то мирское, а меня уже все, совесть обличает, вот, постоянная вот борьба, тяжело вот так вот. Проповедь, проповедь даже она может безмолвная быть, одним видом можно людям показывать, Господа. Ну, да, и все же, знаете, принимают. Мама моя, вот, смеется где-то, что-то там, раз, отошел, и все, и тем самым ты уже обличишь человека. Люди все видят, все подмечают. Да, вот, у меня, допустим, даже в храм пошла, я думаю, надо же купить юбку в храм, блин, и все, одела, священник мне сказал. А что ж ты, вот, я ему исповедь там прочитала, сказала, когда только начала ходить. Вот, что ж ты так ходишь, как монашка, говорит. Одевайся, говорит, нормально, говорит, ты вон, типа, исповедуешься, там, все свои мысли, все там рассказываешь, а, типа, внешне не такое. Я говорю, я в тактуре не хожу, во-первых, и брюки одеваю, как бы, и обычная мерзка. Ну, я просто смотрю, Матерь Божия, в юбке как-то мне стыдно идти по колено. Ну, у них жены ходят по колено, юбки, что я, ну, не знаю. Ну, надела я вот такую. Ну, конечно, у меня и дома, у меня муж вообще, прихожу с храма, забываю косынку снять, все, что ты там, это самое, монашка, там, мат такой. Внешне видно, конечно, что я верующая. Ну, в большинстве, я не знаю, мужикам-то нравится, когда жены их целомудренно одеваются. Почему он? Нет, он считает, что немножко уже все, крыша поехал. Ну, для него нормально, когда и брюки одеваю, и все, он как бы привык. Ну, как раньше мы все жили. Мы на это, понимаете, это может быть, когда в такой стране живешь, когда все в длинных юбках, и тут раз в брюках. А когда мы уже вырастим, мы уже не видим в этом ничего такого. Раньше же вы же не замечали, что брюки... То есть, можно брюки одевать, ну, допустим, не обтягивающие, а какие-нибудь раскрешенные, там, чтобы так... Ну, я стараюсь джинсы одевать, допустим, но у меня там туника закрывает. Ну, да, да. Ну, что-то хотя бы так, потому что мне уже все, что-то не то одену, обличает уже. Совесть у меня, что вот не так оделась. Правильно. Ну, а сейчас пример, вон, мусульмане, какая ведут себя женщины, его и вообще загляденье. Я наглядеться не могу, включаю, пусть они там, они Христа, не знаю, ну, как они благочестиво ведут себя. Особенно, ну, мне, я на женщин больше смотрю, вот, нравится. Ну, вот, ну, вы знаете, вот, хотя не хочу их осуждать, но у них там столько, знаете, одно внешнее оделось, а в душе... Вот мне, я говорю, ну, столько, что они вот одели хиджаб и все. А накрашено, вот это Арабские Эмираты, их не макияж. Да, надо. Сейчас дефицит-то какой, это же вообще, я не знаю, куда не глянешь, ну, одно вот это вот. Ну, как это, ну, и мужики-то все это поддерживают, это же уже, я не знаю, поперек горла все это стоит. Сейчас, наоборот, увидишь где-то, где-то женщину там в платке, уже раз, она привлекает внимание какое-то особенное. Ну, да, какую-то чистоту видишь в ней, да? Конечно, конечно. Да, это так. А вот сейчас дети мои растут, я как посмотрю, вот на эту песню, в телевизор включишь эти песни, шоу-бизнес, как они одеваются, ну, голые прям ходят, думаешь, ну, вот это моя дочь будет видеть и тоже будет смотреть, там, о, там, пресс такой, там, это. Я же тоже сама молодая была, тоже на все это смотрела. А сейчас-то это я уже все понимаю, что это все от рукава, это все душу развращает. Не то, что возвращает, она убивает ее душу, она ее парализует, то есть она уже не способна видеть хорошее и плохое. Она, правда, человек живет одним рассудком своим, одним мозгом и все. Одними свои, ну, вот как животное живет инстинктами, да, так и у человека душа, она отключается, то есть канал вот этого совести отключается с Богом и все, и душа начинает жить одними только. Ну, как это, в Евангелии, да, очами да плоти, похоть очей и похоть плоти и все. Да. Вот насчет молитвы за усопших, я вот, как бы, ну, да, в Евангелии особо это не написано, да, но я не могу не понимать за усопших. Вот Дмитрий говорит в последних его видео, что, как бы, бессмысленно, но не могу я все равно. Вот я, знаете, вот смотрела, может, вы видели вот это Люба Осетинка, видео, как она тоже вот клиническую смерть испытала. Вы видели ее? Да, я давно видел уже, да. Да, и вот она рассказала, что, как бы, молимся, то, что это, как бы, им легче там, и вот все, я вот, у меня села, это вот, почему-то я и верю, что она, как бы, а у него, ну, опыта нет, он, как бы, еще не терял людей, ну, мне снятся покойники чуть не каждую ночь, понимаете, они за молитвой приходят только, да, это слушать не надо. Но вы понимаете, что за этим следует? У нас всегда в роду даже, да это было всегда во всех народах, почитание предков, понимаете, оно, как бы, заключается в том, что оно в этом в совокупности, и даже, ну, и не у неверующих людей по почитании какое-то остается. А если человек перестает почитать умершего человека, молиться за него, он его забывает, понимаете? А если человек забывает, он теряет связь с миром духовным. Если мы не будем помнить о мертвых, мы не будем возрастать, мы не будем стремиться к смерти, понимаете, как тут все настолько взаимосвязано. Молитва необходима за ближний. Ну, я молился, у меня раньше около ста человек было и за друзей, и за близких. Сейчас я много оставил, вот молюсь только за таких, за родственников, за близких. А друзей все это я оставил. Ну, как я, Вовен Атихович, тоже, как бы, подтверждение нашел, что молиться за таких надо, ну, за верующих, которые умерли. Не то, чтобы, Господи, хотя бы какую-то минимальную веру имели в спасении. Вот за таких молиться нужно обязательно. Да. То, что он, это его мнение, и не больше. А что он Евангелием может доказать? Мы Евангелием ничего не можем доказать. Во-первых, Евангелие настолько противоречиво, то, что ты мне можешь доказать, я тебя тем же Евангелием смогу противопоставить. Ну, вот, Сереж, помнишь, когда Иисус Христос заговорил про Лазаря и Авраама, что, как Авраам сказал, никто отсюда не может перейти и сюда, то есть, а он говорит, пойди скажи, говорит, богаче, моим этим, пошли, пошли Лазаре, чтобы сказали моему там, брату или кому там, чтобы это самое, чтобы не грешили, типа, помните, да, в этот, я как бы не знаю. Я Дмитрию приводил, я все ему, да, ну, и вот этот вот тоже отрывок приводил. К примеру, у него, как бы, вера, то есть, он разделил ветхий завет ветхого бога и нового, он говорит, я увидел Христа, мне больше ничего нельзя, это большая ошибка, нельзя. Вот у Винатихны, еще обратная сторона медали, он разделил, как бы, он предпочтение отдает богу и Егове больше, то есть, ветхозаветному богу, когда было отрыво. Ну, это я тоже не могу, если честно, сильно принять, не могу, потому что это каноны, и все, Иисус Христос же сказал, что вы все, этот, фарисеям, что неудобно носимые бремена на людей возложили. Вот здесь я как бы с Дмитрием соглашусь, что любовь должна быть. Вопрос в том, что нужно бога чтить именно в совокупности, в Троице и вместе с ветхим заветом, он говорит, я увидел Христа, мне бога Его, который потопом залил землю, он говорит, мне не нужен, я говорю, ну как же не нужен, Господь сожжет землю семью миллиардами людей. А он говорит, да мы не знаем, сожжет он или не сожжет, он опять же, у него идет недоверие к апокалипсису, к откровению от Иоанна, он говорит, я не верю там, вот. То есть, он выбрал для себя удобные вещи, а для чего удобные? Потому что вот со Христом отношения он нашел, он Христа худит, да, он на него мата может сказать, на Христа, вот, понимаете, там сказать, я сейчас зарежу себя или там повешусь, вот. Понимаете, и на следующий день он вроде как, ну бог не такой, бога ты этим не укротишь, есть бог Его, который может просто тебя как траву скосить, как камни, как горшок глиняный разрушить и все. Он бога пугает, понимаете, так тоже нельзя. Ну, у него такие просто испытания, что, ну бог, конечно, судья там, господь все знает. Я не так слезу, у меня боли были, я всю гамму боли и простую. Да, ты тогда вообще, это вообще, чтобы бог хулить, что-то на бога сказать, это не просто... Вы человек-легенда вообще, когда вы сегодня еще про наркоз рассказали, я давай там в интернете посмотрела, там, там столько людей, я уже теперь боюсь, если что, этот наркоз, что вот, вживую. Потому что такие боли, вот, и ничего не можешь сказать, вот, такое бывает иногда во сне, да, там, что-то случается, и параличный, и хочешь что-то сказать, и не можешь парализовать все дело. И вот я представила, что вот так вот у меня будет, и еще и боль в живую, там, то череп скрывает, то еще что-то, я вообще в шоке. Вы как рассказали, я просто, ну еще и такое вам, сколько испытаний, я думаю, господи, ну почему, Сергей, столько прям испытаний, это чересчур некое со много. Ну, видите, вы не роптали, а я вот, когда покаялась, возроптала, что меня Господь в детстве не забрал в младенчестве. Ну, это я, знаете, не понимала, я потом сразу же, тут же поняла, что, стоп, думаю, что-то меня несет не туда. Бог, он, как любовь, как милость, он также и наказание, и гнев, мы, он, как бы, для себя не открыл просто совокупности Бога Троицу. Именно праведный гнев Господень, когда он изольет чаши гнева своего на землю, когда, ну, оно приближается, вот это все, мы же видим, как все, Христос описывал, вот это приближение по местам, глоток, поры, войны, это же мы все видим, а это только начало всего, это начало, что будет еще. Так что ж, ты будешь проклинать, что ли, этого Бога, когда ты увидишь вот это на земле все происходящее? И это не человек будет делать, это Бог будет чашу изливать для того, чтобы прекратить этот род на земле, остановить вот это все безумие. Да, уже приближается, это видно. Потому что везде, повсюду войны, да, одновременно. Все это уже понятно. Конечно, по всей, по всей земле везде. А я почему-то, вы знаете, в детстве вот почему-то я знала, что конец света где-то слышала, и мне всегда казалось, ой, мне кажется, что я даже буду до конца света, что я его увижу, почему-то у меня в детстве такое было. А сейчас вот оно и есть, уже это как бы начало. И мы не знаем, когда будет. У Бога же день как тысяча написано. Да он, по всей власти Господь, он его может и отдалить, и приблизить. Но у людей-то покаяния нет, люди не хотят каяться, конечно, он его приблизит, этот конец. Но люди в безумие дошли, да чего? Ой, вообще, кашу. Эту Францию показывают, и мужики на шпильках ходят в этих, в сарафанах, на шпильках. Ну куда? Я сейчас вон с этим, с Украинами, парень, один из Киева звонит, они ездили в детские дома, такие закрытого типа, вот там их допустили только в корпусах, где такие средней тяжести, ну, умалишенные такие. А дальше, он говорит, мы там краем глаза увидели, где лежат дети такие прикованные тоже, то есть со скрещенными там руками, ногами, там даже не допускают смотреть. И насколько вот государство измывается над этими детьми, и куда их никуда, только и на органы, и везде, и это самое. А причем десятки тысяч таких вот детей, людей, и государство их скрывает. И он говорит, да вот оно, за что нашу страну-то сегодня Украину рвут на честь. Конечно, оно, гей-парад вот сейчас они провели в июне. Конечно же, на это Господь будет смотреть, конечно, он чашу гнева свою выльет на эту страну. Эту страну ее под каток заровняют, ее, как всего, будут пахать. Они ее готовят для полигона, они хотят там войну устроить, мировую третью. Ну, слушайте, Сергей, вот хотела с вами тоже, Александра тоже, я Калинина тоже давно еще любила, тоже смотрела еще до вас. А сейчас вот прям что-то я смотрю, его как понесло на эту царскую семью. Я тоже, вы знаете, первое время вот насчет чипов, у меня когда я его тоже уверовала, начала что-то ролики смотреть, все, думаю, я уже, у меня ННР есть, да я пошла, его начала сдавать, так молилась. Хорошо, что мне женщина нормально попалась там в этом кабинете. Говорит, ну что ж вы так говорите, этот ННР, говорит, боитесь. Я говорю, нет, пожалуйста, там заявление написала, все, и у меня страх был, потому что я вот такая грешная, еще я Бога предала, еще я эту печать взяла, эти печати. Вот только потом до меня дошло, да печать-то это вот, вот здесь, это мы глупцы, это те, которые скажут, наверное, мне почему-то кажется, в своем уме, нет Бога, вот это будет, мне кажется, печать. Вы как думаете, вот эти чипы? Печать, она, ну естественно, она и так и в уме будет, и в руке обязательно поставят, конечно, на руку. А, ну да, и на руке же написано. Устройство будет, на правой рукой начало, вот, конечно, устройство будет, но устройство это будет ставить после отречения от Бога. Будет, ты будешь подписывать или какую-то бумагу, или, может быть, ты должен будешь признать этого мирового лидера за Бога. Вот, тем самым ты отречешься от Христа. Вот это я думала, а я ему как-то написала, вот, царь-искупитель, царь-искупитель, там пишут, я напишу, меня лично Христос-искупитель, меня искупил Христос. Какой царь может меня искупить? И вообще, он нужен, он ли нам? И когда у нас есть Христос, Господь у нас есть, зачем нам царь? А они хотят все рай на земле построить, понимаете? Да, рай на земле. А у меня, знаете, вот тоже, вот, поначалу было, такие вот искушения, а вдруг там мусульмане придут, нож к ребенку, это самое, приставят, да что я скажу, а вдруг я, короче, не выдержу вообще этого испытания, и там отрекусь, а вот такое было вообще. А потом я встал, думаю, нет, я что-то, мне эти страхи, я подал в печаль луны, я думаю, не буду я даже об этом думать. Вот, и все равно всегда вот возникает, а вдруг придут, нож к горлу, там, к ребенку, ладно я там, а дети? Ну, об этом думать, у нас Господь живой, что же он не закроет, он своих-то закроет всегда. Потом думал, Бог же нам по силе наши все равно даст, Господь даст по силе. Ну, все, не буду я об этом думать. Сейчас много так всего, вот этих всех течений, в интернете, ну, рассмотришь, вот эти вот тоже веды, да, веды, вот по буквам они там. Вот эта беда, да, вот эта сейчас. Да, вроде как-то меня заинтересовало, так посмотрело, но все равно оно мне, я вот как-то слушаю сердце свое, не идет оно мне. Вот я как бы смотрю, и там и протестантов могу, пастыре послушать, и баптистов. Если мне нравится, нравится, но если вот все-таки Господь меня уводит, знаете, вот я как бы, нет у меня такого вот как вот куда-то упало. Да, интересно, там о земном, все земное, что, а какое интересное, у нас интересы небесные, все. Я чувствую, думаю, не, не, это что-то там сладко поют, это точно от лукавого. У нас одни интересы нам прийти в Дом Небесный, и о нем вот, если побольше идет информация, о нем все закрыто настолько, что Господь запечатал, что даже, вот как чей правильный, он как апостол Павел сравнивает, вот подойди к стеклу, да, к двери со стеклом с таким, с правильным, с мутным, ну, с рифленым, да, и попробуй что-нибудь рассмотреть, ты будешь со всех сторон разглядывать, и ничего не увидишь. Вот так и нам, как бы мы не, а душа-то ищет, хочется скорее все это узнать, увидеть, а все ограничено. Вот от этого и начинаются фантазии. Ну, вам, вы знаете, Сергей, вам все-таки легче, вот я себя вот все равно, я не могу, вот, мне все кажется, а простит ли меня Господь, а вот, а что я скажу, думаю, а вдруг Он мне скажет, я никогда не знал Тебя, и у меня прям, вот, не могу я страдать от этого, вот эти помыслы, что, ну, думаю, вдруг меня Бог не, не, не это, не простит, вот и какие-то постоянно испытания, искушения, где-то я прогневаюсь на кого-то, потом, господи, что я сделал, думаю, вот, как же это, я вот, знаешь же, что нельзя, а вот согрешила, да, где-то понерзь, где-то высказалась не так, это же, думаю, я, значит, может быть, Духа Святого похулила, мне это внутри Господь говорит, что терпи, там, смирение должно быть, и вот я постоянно переживала, вот, вот, у меня мысли, что вдруг мне Господь не говорит, а что я Ему скажу, понятно, что Ему ничего не скажу, Он все знает, каждую мою клетку, каждую мои мысли, а за мысли так мне вообще не знаю, что, вот, стыдно, я не знаю, думаю, Господи, только прошу прощения и все, и надеюсь, что Ты меня простишь, и все. Конечно, простит, как сказано в Евангелии, что Господь ветви надломленные не переломит и льна курящего не угасит. Конечно, простит, Он до последнего будет, до последнего, даже самого последнего человека, Он и того простит, ну, разбойник потаялся на кресте пять минут и все, и брает, и что же Он нам, если мы каемся, если мы беседуем с Богом, что же Он нам не простит. Конечно, простит, мы уповаем на Него, Он такого, Он любовь, Он есть, любовь, сама любовь, Он не может не простить. Да, а вот мне кажется, вот, Вы когда нырнули, мне кажется, это у Вас как водное крещение было. Ну, я так думаю. Мне так вот пришло в голову, наверное, думаю, Сергей, это водное крещение было, а потом вот Духа Святого. Ну, мне так Игнатик сказал, что ты был крещен тогда, но это как крещение, это как бы духовное было крещение по Духу, а по плоти тоже нужно было погружение. Вот. А Вы как считаете, вот я даже не знаю, как Вы меня крестили, но у меня есть желание, потому что я-то была грешницей, ну, что толку, я не знала Христа, меня покрестили в детстве. А Вы сейчас, мне есть желание. Я считаю, что это обязательно троекратным погружением, ну, это, по крайней мере, мои, я не настаиваю, никого не убеждаю, но... Не обязательно или обязательно, как Вы считаете? Я считаю, обязательно. Обязательно? Ну, представь, а где я найду такого священника, который у меня... я же не могу ему солгать. Если не найдешь силы приложишь, не найдешь ничего страшного, Господь и то примет. Вот. Ну, лучше, конечно, было. Ну, это мои размышления, фантазии такие мои. А вот крещение вот Духом Святым, вот я все равно, вот не знала, как вот, есть вот, думаю, ведома ли я Духом Святым? Конечно, есть. Да и есть. Думаю, если я вот, допустим, недавно тоже у меня момент был. А всякое сомнение от лукавого, а вот это вот надо гнать от себе сомнений все. Вот родственница, да, там тоже без спроса там у матери взяла там что-то, и мама, ну, как бы, так это, переживала, говорит, вот, как это так, зайти в дом без спроса там. Ну, так она сказала, что она взяла, а я потом раз у нее опять, как Господь сказал, если что-то у тебя попросят, отдай там, как вот, и рубашку, то есть всегда отдавай, да, и все отдай, вроде как, и вторую рубашку отдай. Ну, нет, ни одежду, да. Да. А думаю, все-таки Господь мне, вот почему, вот всегда мне через Евангелие, все-таки как важно знать Евангелие. Мне всегда вот что-то со мной раз, и строки из Евангелия мне идут, и все. Да. То есть, конечно, как в первый раз такое не было, в мысли мне кто-то зашел, как пронеслось у меня вот тогда, когда я вам рассказывала, такого нет. сейчас я просто, вот раз у меня Евангелие, все думаю, Господи, прости, не должны мы так вот серчать. Ну, такой человек. Ну, конечно, а что нам это, человек, мы себя-то зачем расточаем, мы сами к себе, мы ущербными становимся от этого и болеем, и потом мысли вот эти все, а зачем это надо. Ну, бывает, конечно, со всеми, но держать в голове все это не надо, размышлять об этом не надо, выкинь сразу из головы, да и все. Ну, а лучше примириться с человеком, да ладно, прости ты меня, хоть и он и виноват, да прости и все, и давай забудем. Ну, по крайней мере, это выгодно так жить-то. Да, конечно. Да, мы должны, Бог есть любовь, мы должны быть в любви. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Я каждый день об этом размышляю, думаю, Господи, как любить нужно всех. Вот кто-то там что-то сделает, или вроде раздражает, или не справедливо поступает. А мы должны вот любить. Вот всегда вот это, конечно, когда ты в миру дружешь, очень часто, когда все верующие там как были, где проще. Да, а где верующие, где верующие все? Ну, вот, допустим, вот у Игнатия Тихоновича в общине там, легче же им. Ну, как, ну, как легче, там опять же идут постоянные склохи, раздоры. Ну, как? А ну, он-то и ходит, как ракавище, лев разделяет всех. А Андрусенко, вот, Александр, он, как вот сейчас, он успокоился, а то он, смотрю, так прям переживал, что в истине он, не в истине, там, где надо, где он. Андрусенко, он такой православный, что таких не найдешь. Он как Игнатий Тихонович православный. Он исполняет все заповеди, все каноны, все молитвы вычитывает. Таких православных, как он, нет. Конечно, вот такой этап жизни у него просто возникло, как говорится, притыкание такое, что делать, как дальше жить. Вопрос такой поставил перед собой задачу, а ответов нету. И он пока остается там, где есть. Да я тоже так считаю. Зачем ему так переживать? Ладно, ты с Богом. Это все внешнее проявление. Ну, пускай там… Тут не то, что переживать нам. Если мы стремимся познать истину, вот, то мы должны искать ее. А без искания истины мы ее не познаем. Поэтому он, как бы, вопрос задал к миру такой, может быть, найдутся люди, которые смогли бы ответить на его вопросы. А оказалось, что людей-то ответов и нету. Поэтому я считаю, что это правильно, а о чем молчать-то? Если есть насущный счет, можно вынести на общий. По крайней мере, если мы церковь, мы должны друг друга времена носить. Вот. И это нормально. Ну, он как бы переживает, что много культа, да? Вот это его, как бы, не переживает, а он задается же все равно вопросом, да? Да не то, что культа, а не то, что внешнего антуража вот этого обряда всего, а то, что люди, не верующие в храме. Вот. Что такое причащение? Мы причащаемся. Это как бы одно тело Христово, да? И, ну, собрание людей идет причастие, причащается тело Христово. Вот. А он расспрашивает там, ну, в основном там женщины одни. Вот. А вера у всех такая магическая. То есть вера во Христа, по сути, нет ни у кого. А он начинает, как бы, ну, ведут, он тоже ведет там, собираются евангельские часы какие-то у них, собираются там больше десяти человек. То есть старается растолковывать Слово Божие, а в людей не вмещается это. Поэтому вот его это, как бы, не то, что возмущает, а приткнулся он на этом, на камне на этом споткнулся. Как быть, ты говоришь, зачем ходить в то собрание, где тебя не понимают, и так же, как и ты, не веруют люди. Смысл какой-то. Ну, да, у них вот только вот все такое, пульт, да? Ну, пульт. Особой веры нет. Иконы, свечки, да. Поэтому... Они просто не знают, кто такой Иисус Христос. Им просто нужно понять, кто такой Иисус Христос, что он Бог. Вот это им нужно. Это первое, что нужно понять человеку. Вот эту Святую Тройцу. Что Бог и Сын, и Дух Святого – это одно. Вот это самое главное. Тогда будет легче человеку. Первое. Нельзя понять, миленький. Это невозможно понять. Это может быть кому... Ну, хотя бы приблизительно. ...кому дано только это может понять. Кому не дано, это не может понять. Ты радуйся, что тебе Господь... Мне Господь тоже сказал, что это тайно, и ты не сможешь понять и объять меня. Но я бы хотела приблизить, но он не приоткрыт. Люди не могут простое понять воскрешение, что Господь умер и воскрес, и сейчас на небесах в Царстве своем находится. Люди даже в это не могут поверить. Даже священники, большая часть священников, процентов 70, в это не верят. Ну, как это? Ну, вот так вот они не верят. А что уж говорить о прихожанах? 99 и 9 десятых, а может и больше, тоже не верят в Царствие Небесное. Им нужно... Им жизнь здесь нужна. Им здесь надо пожить. А потом... О вечном потом они будут думать. Это всем так. Вот я о чем говорю, что кому дано? Ты и ты радуйся, что Господь тебя избрал и посвятил тебе в свои тайны. А людям не дано это понять и пойметь. Сергей, ну у меня, вы знаете, я тоже печаюсь о том, что я ничего не делаю для Господа. Я вот никому не могу проповедовать вроде. Потом думал, вроде я должна вот как вот тоже выходить, проповед, кому-то рассказывать. Потом думал, ну как? Как я вот выйду? Это я понимаю, что это у меня будет чуть ли не развод. Зачем выходить? Для этого не обязательно выходить. Господь всегда покажет, кому что надо сказать. Он всегда пришлет человека или рядом... А вот уши закрыты. Знаете, вот даже иной раз на работе кто-то что-то приоткроется, у меня начинают, у меня там интересоваться, потому что уже как бы, уже они перегорели, что я как бы верующая, все, они нормально. Иногда что-то спорят, а я не знаю, как сказать. Думаю, Господи, дай мне уста, чтоб я могла им рассказать. Какая-то возможность есть, я начинаю говорить, они уже видят, что я очень много говорю, думают лучше ее и секрет. Это у всех такое бывает. У меня тоже, бывает, люди приходят, а у меня рот как бы зашит, я не могу двух слов сказать. Кому? Это Господь. Мы всего лишь инструменты в руках Его. Об этом не надо заботиться. Надо просто... Вы свои таланты приумножаете. А вот я вот почему-то всегда переживаю, что я ни один талант Богу не принесла. Ни того. Именно. Вот ты уже пережила постоянно. Что-то зашли. Женщина вообще об этом не должна заботиться. Женщина спасается с чедороги и питанием детей. Надо семью в порядке делать, мужу не досаждать, детей воспитывать врачи где-то и спасать женщину. Ну, это же сказал, апостол Павел сказал, что уже во Христе не есть идея, не едина. Это просто после смерти. Это уже после смерти. Это душа. Когда придут уже в Царство Небесное не женщин, не мужчин. Все равно я понимаю, что это промысл Божий. Все, что в моей жизни мне дано, и грешить, и то, что я болеть стала. Уже 27 лет у меня сильно-то спина все это. Я ощутила себя просто старой уже под 60 лет женщиной по состоянию здоровья. И вот так мне Господь... Я начала задумываться, а почему оно мне так? Почему у меня такие проблемы постоянно? И вот так Господь все-таки... Любит Господь. Кого Господь любит? Того и на... Вот сейчас я с людьми тоже говорю, что вот люди жалуются, вот болеем. А как вот написано? И люди будут спасаться именно болезнями и скорбями. Вот. Господь милость свою посылает, чтобы мы... Это беда тем, кто не болеет сейчас. Кому надо печься о том, что у них с Богом нет отношений? Это нормально. Мы просто миру становимся этому как бы противны. И мир для нас противен становится через болезни. Это нормально? Ну вот, хотелось бы, кстати, спросить, как больному человеку вот донести вот это... Ее инсульт схватил, короче. У нее рука не работает. Еле-еле она ходит. И вот она все прочитает. За что мне? За что? Я вот... Я ей говорю, что... Говорю, это... Сказать. Кого любит, того и на как. Сказать. Ты, может, никогда не молилась Господу. Не за что ты к нему придешь. Ну, а вот я вижу, что далека. Может быть, сейчас не открывается. Уже год прошел. Ну... Как бы она, можно сказать, из того света вышла. Тяжело выходила. Говорили, думали, что умрет. Ну, вышла. И вот... Как бы это... Говорю... Там... Ты, говорю... Не... Матерись. В карты не играя. Как бы скучно ей. Развлекается. Говорю, давай. Говорю, как она. Она стала помолиться. Все. Все. Ну, она говорит. Ну, я... Мне, наверное, оно, говорит, ну, не открывается. Так вот, как тебе. И я вот... Она посомнила. Не за что. Я вроде никого не обижала. Никогда не курила, не пила, не гуляла. Там семейная женщина. Ну, я не могу. Вот как вот. У меня как будто вот уста закрыты. Особо я ничего не могу сказать. Ну, не надо ничего. Что есть, сказала и все. А там Господь уже будет наставлять. Но мы об этом... Потом я вспомнила, что вы... Вы тоже как бы не сразу, да? Вот через года два вы как-то начали уже приходить, да? К Господу. Да нет. Я Господа знал давно уже. Я с шести лет взял молить Господу. А просто... Христа я не знал. А Бог для меня всегда был Господ. Вот. Христа я не знал. Ну да, да. Это... Да, да. Я тоже так. Я попал, я сразу понимал, за что мне это. Я сразу сказал врачам, ко мне психолог пришла. Женщина вроде утешит меня как бы успокоить. Мне не надо утешать. Я понимаю, за что я нахожусь на этом ложе. Меня свой Господь положил. Мне... У меня просто не было знакомства со Христом. А Бога Отца-то я всегда знал. Да. Я... Так я тоже в детстве знала Бога Отца. Но когда мне открылся, что Христос, кто такой Христос, и что Он за меня умер. Вот тогда у меня, конечно, я до сих пор... Своё как-то вот у меня чувство вот вины, что я вот неправильно жизнь прожила, мне Бог дал жизнь, а я её неправильно... И вот с женщинами я уже языком болтал. Вот только две недели и три назад я с одной разговаривал. Вот она вешает на себя вот эту вину. А та дошла вообще до... Когда у неё под Москвой живёт... Ну там беда у неё, что было это... Не расскажешь просто сейчас. Она одна осталась, сорок лет. Вот. И всё. А та уже в состояние беснования впала. Я, говорит, виновата, меня Бог не простит. И всё, она уже чёрная, все там болезни такие страшные. Вот. Я думаю вот за то, что как раз себя обвинять вот так. А об этом вообще выбросит всё из головы. Ни в чём ты не виноват. Через это сатана, понимаешь, вот через это сатана тебя уничижает возможные болезни через это. Ни в чём ты не виноват. Если ты приносишь покаяние Господу, понимаешь, Господь это прощает. Как в Псалме Давида сказано, что «Если грехи твои были багряны, как кровь, за хребет закину и не упомяну, сделаю белыми, как снег». Понимаешь? Ты приносишь Господу своё покаяние, Он тебя прощает. Всё. И забудь об этом. В следующий раз ты решил опять покаяться. И Господь простит. Пока ты жива, Господь тебя прощает. Понимаешь? За гробом нет покаяния, а здесь мы каемся. Да. Но факт тоже, что я же вам рассказывала, что у меня Господь с колен встал и всё. Желание грешить. Вот два греха это точно убрал мне Господь, который у меня страдал. Раз и всё. Думаю, ну значит, если бы Бог убрал, значит, Он меня хотя бы в этом простил, думаю. Да, я понимаю, что унывать вот это уныние тоже через уныние с нами может. Я же тебе как говорю, в Библии как написано «Господь ветви надломленные не переломит». Понимаешь, даже вот ты видела сучок надломленный, да? Да, он на одной ниточке вроде болеется, понимаешь, его хочется отломить и выбросить, да, в сторону. Понимаешь? Так и с людьми происходит. Вот человек, он сломался в грехе, он настолько падший, он уже всё до последнего грешный. Но Господь его не сломит, как тот сучок, понимаешь, он его будет оберегать и лелеять, ждать его покаяния. Он не переломит этот сучок, Господь. А ты-то ты говоришь, Господь не прощает, ты что? Я же себя наказала, потом начала утром сто поклонов, потом уже тяжело, всё постирала, все коленки. Семьдесят утром до работы, вечером, молитва слов, опять семьдесят поклонов. Ну, год, может быть, не весь год я так себя вот испытывала. Спина болит, а я всё равно гнусь, вот за каждый грех вспоминаю, гнусь, гнусь, вот это до сих. Получалось по сто сорок раз в день. А потом вот я стала понимать, что я считаю свои поклоны. То есть это у меня уже как бы реклама. Ну и хорошо, не считай. А в этом счете надо преодолевать. Сегодня сто сорок, зато сто сорок пять. Это хорошо, Господь это любит. Мы приносим, именно в поклонах мы приносим жертву свою Господу. Через то, что нам не хочется делать, в этом и есть жертва. Тогда мы преодолеваем себя, в этом и есть жертва Богу. Ну, сейчас уже я когда поняла, что я просто считаю, вот сбилась, не сбилась, я перестала считать. Думаю, больше я лучше по отрывке Евангелия в это время почитаю. Там делаю столько поклонов, так вот, когда молюсь, не читаю ничего. То есть уже нету этих у меня поклонов. Я уже не кланяюсь, потому что я поняла, что у меня идет просто вот счет, а молитву тяжело собраться с молитвой. Тяжело вам, вы женщины бедные, у вас мужики неверующие, тяжело вам, конечно. Да. Ну, много уже разговаривать не могу, а то сейчас позовут меня. Я очень рада, что мы пообщались, познакомились. Может, если будет время, позвоню еще, пообщаемся. Мало, конечно, для меня общения, хочется много и рассказать, и от вас услышать, пообщаться. Побеседовать так. Бог даст, созвонимся. Ну, хотя бы, просто так я хотела, чтобы вы хотя бы знаете. А то я вам пишу какие-то комментарии, вы хотя бы хоть так меня будете знать уже, что за человек. Я-то вас уже хорошо знаю. Уже как бы уже и поняла характер и все. Мне вот как бы вы ближе всех, ближе, чем мы. И как-то вот, вы когда вот что-то вот разговариваете, говорите в какой-то беседе, вот прям вот похоже, вот то, о чем я вот думала, вот размышляла. Тут раз, и вы рассказываете что-то вот. Мне как бы по духу ближе. Вы работаете, да? Вы можете вот как бы общаться? Или у вас работа в какое-то время? Да, по-разному все бывает. У меня не то, что работа. У меня редко бывает, когда состояние такое. Но боли бывают сильные, что и говорить не могу. И спазмы, и все, и голоса нет. Вот. Поэтому такой вот у меня разговорный день не всегда бывает. Ну, спасибо, что вы ответили, уделили мне внимание. Ну, с Богом. Пообщались. Да, с Богом. Мне тоже приятно было познакомиться. До свидания, Серега. Все с Господом. Слава Иисусу Христу. .. .. .. ... .. .. .. Продолжение следует...